Ой, как все ярко, пипец. Ну, вот тебя опять нельзя снимать, голя. Так, народ уже присоединяется. Как бы так сесть, чтобы было не ярко в глаза. Ну, чего, всем привет. Так, вижу, что у меня на лбу Маська намазала меня жирно-полташечкой, поэтому не спрашивайте, что это, это крем. Итак, я к чему. Вчера вечером с Масей выставили фотку, у нас с ней одинаковые трусики, и решили выставить фотографию в Инстаграм. Фотография не набрала много лайков, зато набрала очень много комментариев. Оказывается, смысл мужчины в том, что он носит. Хочу вас сильно разочаровать, мальчики и девочки. Большинство качков, люди, допустим, психологически слабые, поэтому стали заниматься. Многие из них ходят в растопырку, руки в сторону. А сами все вот пугливые. Есть такие люди. Есть вообще разные на самом деле люди. Все пытаются себя выдавать тех, кем они не являются. То пересмотрели каких-то гребутских фирмов, то еще чего-то. А на самом деле проще всего быть самим собой. Но это же ведь так страшно. А в детстве, когда маму провожает мальчика в школу, она его там целует, говорит там, мой хороший, я тебя встречу. Все начинают над ним ржать. В садике, когда там кто-то носит колготки, а почти все носят колготки, более старшие сверстники, живущие в неблагополучных семьях, начинают рассказывать о том, ааа, фу, ты носишь колготки, как девчонка. Проблема в том, что ваши детские обиды, страхи, что вас начнут считать педиком, или вот так вот нельзя, или так не принято, что над вами посмеются или обидят, что-то никуда не уходит. Но тогда вам было 5 лет, а сейчас многим 25-35, а кому-то и больше. Собственно, вот такая вот была у нас тема Перископа. Всем до свидания. Шутка. Чего? А, это-то? Нет, эту тему рано еще развивать. Они еще не готовы. Попозже, да. Так, ну чего? Всем, собственно, доброе утро. Почему доброе утро? Потому что у нас 8 утра. 8.15, наверное. Истинного оголит. Я рад. Привет из Ельска. Извините, что не читал все комментарии. Когда болтаю, комментарии не читаю. Вот. Собственно, по поводу обид мы уже говорили. И у меня на видео. Видео есть на канале, на Ютубе. В Перископе часто эту тему затрагиваем. Вот. А так, а так, собственно, все обиды у нас идут с детства, как и маленькие страхи. Вообще, Масля, он тоже заметил. Едем в какую-то страну, и все воспринимается абсолютно нормально. То есть, я воспринимаюсь либо как рестлер, либо как актер, еще что-то. У нас в России все гей. 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 У меня один. У меня один. Взгляды, да. Здесь взгляд такой с восхищением, с интересом. У нас в России взгляд точно не с восхищением. Единственное, что, походу, их останавливает. Не знаю, что-то их останавливает. Вот. Так. Масик, ты читаешь? Масика рядышком лежит. Она у нас вся топлицем, как всегда. Ты помазала, да, кремчиком все? Малядец. Вот. Менталитет. По-моему, если Россию когда-нибудь завоюют, ее завоюют геи. Потому что то, чего люди боятся, то с ними обычно и происходит. А у нас все в России так этого боятся, что невольно рекламируют просто все больше и больше этих людей. Собственно, как-то вот так. Ту-ту-тфу. Ту-тфу. Смотря что ту-ту. Так, а если будет такая армия, как думаешь, и будут бояться? Да, это у меня даже такая шутка. Вы прямо читаете мои мысли. Что если армия геев пойдет на Россию, то русский солдат может испугаться и побежать. Потому что, по-моему, это самое страшное, что может случиться. Так, зачем когда-то себе делал искусственную грудь? Как зачем? Уже рассказывал на канале. Плечо у меня левое было практически сломанное. Ни в одном месте, как и надрыванном груди. Думал, что таким макаром смогу заменить и оставить форму груди. Потому что качать ее больше было уже нельзя, иначе плечо бы совсем разрушилось. Но что-то из этого ни хрена не вышло. Потом была еще одна операция, еще одна операция. И, собственно, а потом появился хороший врач, который с моего флева в плечо смог долгими процедурами его вставить. Зовут его Шиян Сергей Ростиславович живет. Он в Санкт-Петербурге принимает по адресу Малая Посадская, дом 17. Вот. И многих моих подопечных он уже давно спас. Поэтому все девчонки, которые ко мне, в общем, приходят, хотят сделать красивую попу, в первую очередь отправляют туда, чтобы он им делал хорошенький лордоз. Был прогибших в пояснице, и нагрузка быстрее, еще качественно шла в задницу. Так, собственно, в попу. Масю, Масю не покажу. Масю, когда топлив загорает, а это видео у нас, наверное, пойдет на YouTube. Если мои администраторы не проспят его. Привет из Эстонии, Саня. И Эстония наш привет. Как у вас погода? У нас, как видите, вот так вот. Вот такая вот погода. Мне очень нравится, как ты рассуждаешь, поучиться всем. Да, но не всем нравится. Не знаю, ребят, если кто-то подписан в Инстаграме, зайдите, посмотрите. Один из подписчиков оставил очень классную реплику. Можно сказать, сублимировал наши мысли туда. Цитировать не буду, это получится фигня. Поэтому те, кто подписан, смотрите. А если нет, Масю, оно же ВКонтакте от... А, ну да. Масю говорит, что уже все одублили. В Контакт, ВКонтакт, Фейсбук и везде. Собственно, вот так вот. Ой, как сопли текут. Это все от воды. В Питере как-то погода. Тебе хочется знать, как погода в Питере его? Да, я настраиваюсь. Настраиваешься? В тупых шутках кто выиграл? Вы имеете в виду последнее видео на Ютубе? С какой его фирма? Шужастиков. Так, зачем лак на руках? О, молодцы. Короче, есть топ-10 тупых вопросов Александру Шпаку. Зачем лак? Почему ты красишься? Гелия? Будут ли дети? Что за шрамы на груди? И еще хреново тучи вопросов. Короче, всего их там 10. Для вас специально для всех снят ролик на Ютубе. Он всего 5-минутный. Так что посмотрите, там есть ответы на все эти вопросы. Вот. Маску бы сейчас показать и сразу в топ войдем. Когда Маски на сиски показываются, а перископ обычно поднимается почти под 1000. Вот. Попой повернешься? Думаешь, что-то спасет? Плохая погода в СПБ? Да, Маска об этом как раз и спрашивала. Одеть очки? А что будет, если я один очки? Давайте попробуем. Так, связь ужас. Эх, да, связь такая. Если я один очки, я вас практически не вижу. В Москве дождик. Я рептилоид. А кто такие рептилоиды, кстати? Так, давай ближе к отелю. Стрим прерывается на 1-2 секунды. Здесь дело не в отеле. Здесь какие-то точки. Можно сместиться вправо-влево и будет снимать. Но уговорите, если будет прерываться. Будем как-то двигаться. Показать ногти? Вот они. Почему у людей никнеймы такие в циферках? Так. Что нужно ответить? Ну, ролик из Ютуба. Жестко за вис, говорят. Ну, что делать? Вот такой вот у нас, собственно, галимый интернет сегодня. Все? Отвис? Или все еще висит? Попробуем поменять точку, дислокацию. Опа. А так, что-нибудь видно? Пошел интернет так. Вспомнил прежде, что прогрессил на ворону. Слушать тебя хочется, но из постоянного развива нет возможности. Есть такое дело. И это еще платный интернет, который стоит 60 долларов в неделю. Опа. А вот там осек. Лежит такой, загорается. Мне за мужиков не стоит говорить. Не, мне за мужиков не стоит говорить. Я даже такую фразу не использую, потому что в русском языке нет такого оборота. Вот такое здесь все зеленое и настоящее. Потрогать масел? Я же вам не резиновый человек, чтобы дотянулся отсюда до туда. Настоящий силикон? Нет, силикон не настоящий. Силикон искусственный. Сиськи бывают настоящие. Так, там можно сказать, что я сделал женскую грудь? Да, уже ответил. Примерно так, это минут на 6 назад. Так что смотрите, в записи там уже все есть. Где это? И это в Американской республике. В Американской республике находится белый песочек. И вот такое здесь красивое моречко. Бесплатное пожелание потрогать эту грудь. Кто это? Я не знаю, кто это. Это девушка моей мечты. Может быть и вашей тоже. Если здесь трансы, вы, наверное, все путаете. Трансы есть в Таиланде. А в Доминикане, по-моему, их нет. В Доминикане не дает у вас страна более бедная. И здесь несколько... Про твой шикарный... Не, брат. Характер у тебя шикарный. Но не каждый его может пережить. Море-море, оно прекрасно, как и Мася. Так, ну что? Я бы ей засадил. Пока можете засадить себе в руку. Так будет гораздо лучше. Как она лежит с этим на животе? Шикарно. С этим, это с чем, кстати. Я смотрю, все-таки знатоки пластической хирургии. Говорят, когда телеком в груди, на нем можно лежать, сидеть и даже прыгать. Так, ну что? Какое-нибудь коротенькое у нас количество вопросов. Хотя, вроде, все-таки намолизовалось. Давайте, еще две минутки, и мы пойдем купаться. Как зовут Масю? Да, хороший вопрос. Масю зовут Ира. И она уже коптится так у нас. Все-таки ровно неделя. У нас еще впереди целые 9 дней, которые мы, походу, пока пройдем в солнышке, пока в Петербурге пройдут дожди. Надеюсь, когда мы вернемся, будет хоть что-нибудь получше. Куба-либра. Си, Куба-либра. Тодок-емпро. В Масе, говорят, шикарные плечи, у кого-то поменьше. Плечи у тебя шикарные, кому-то нравится. Опа, Гулькин. Дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг. Как она мне дает, но так же, как вам не дает. Видимо, у нас как раз с вами все наоборот. Потому что важно, что у человека внутри. Как вы снаружи выглядите, это всего лишь ваш костюмчик. И то дерьмовенький. Я вижу, что ты не мог бы достать элементом. А здесь у некоторых псевдо-мужиков вопрос, как ты мне даешь, а у них, видимо, ничего не получается. Да, Маска таких не любит. Давай, поучаствуй в диалоге. Они ничего не спрашивают. Они молча ставят аккуратненько, вяленько сердечки и молчат. Русская, русская, голая, голая. Где в Доминикане? Снять поближе хрен. Ну, ты просто будешь долго отвечать. Да, я сразу раз и ответил. Ну, видишь, пошел топ сразу. Если я покажу ей пиписи, то удивится не только она, но и еще по-доминикане. Вы очень крутой человек. Спасибо. Отель Бая Амбар. У него более длинное название, но если забьете Бая Амбар, не ошибетесь. Он находится недалеко от хард-рока. Чем можно понизить страдиол? Ой, только давайте не сейчас. Или пишите в личку. Бывало сложно с такой внешностью, Саша? Нет, с моей внешностью только целая куча плюсов. Даже в России. Выдло оно в основном такое активное в интернете. А на улице все обычно адекватные, спокойные и тихие. Саша, привет. Респект за реальную качапу. Спасибо. Но это, наверное, больше не мне, а Мишке. Ведь Миша не побоялся вызвать кучу негатива. Приехать ко мне. Понятно, что сначала Мишка делал для популярности, а потом, когда мы пообщались, буквально минут через здесь, мы хорошо подружились с Косикой, в хорошем семье. С Александрой, с Мишей, со всей семьей. Так что так. Что отдали за отдых? Ребята, посмотрите, цены есть на букинге. Модель Амбар. Доминикан на самом деле дорогая страна, потому что все у нас дорого из-за перелетов. Не хотят нам в России делать дешевые перелеты. В Америку, в Нью-Йорк можно улететь за 500 баксов, а вот в Доминикану лет стоят в городе дороже 1000 долларов. Так. Снял бы море, как палаете? Да, телефончик сгорит. Ну, море мы сняли. И у нас целая куча видео есть на камере. Но, к сожалению, компьютер мы отдали в грузовой отсек. И он, походу, полямался. Причем поэтому все видео будет монтировать мой оператор уже экстренно в Петербурге. Когда приедем, второго числа ему отдадим. И, соответственно, они будут по графику выходить. Вот. Там есть ответы на вопросы. Там есть разные интересные маленькие пранки. Красивые тренировочки. Мы его снимали вообще непосредственно прямо как в море находимся. Почему себя не показывают? А на Маску больше кляют, чем на меня. Да, все тебя, представляешь? Ну, ладно, теперь уже на себя показывают. Им нравится твоя фигура. Хорошая картинка. Ведь они же их смотрят, что заказывают. Говорят, блин, слушать тебя хорошо, смотреть не можешь. Поэтому смотрят они на тебя, а разговаривают со мной. Вот так вот. Откуда ляди знают, как я выгляжу, если я себя не покажу? Только они же, наверное, подписываются и включают трансляцию. Знают, кого вы смотрят. Ну, давай, Сиси. Ну, вот вам вот, на, Сиска. Вот вам стараюсь, Сиска. Нормально? Ничего себе. Да, со мной раз. Что, Мастенька, когда мы пойдем купаться? Пять минутков пойдем купаться? Так, ты сумасшедший. Да, я абсолютно ненормальный. Особенно в этой реальности. Ты кто? Для ответа, ты кто? Смотрите канал YouTube. Забивайте Саши Шпак. И там все будет нарисовано. Зачем такие зубы? Кстати, этот вопрос тоже входит в топ-10 самых тупых вопросов. И позавчера было снято видео по этому поводу. Или вчера? Вчера. Выключи. Ты мужик? Нет. Мужики, они, собственно, в деревне. Я, наверное, ближе все-таки к мужчине. Я тебя знаю. Ну вот, хоть один человек меня, если подключившийся, знает. Уже неплохо. Дельты в порядке? У меня? Нет. Я практически их не делаю. Я в основном делаю присед, становую. Баночка у меня больше для арма. Ну и все. Спинка аккуратненько. Для растяжки столбов. Где отдыхаем? Вы же не отвечали. В Доминикане. Я смотрю, новый подключается, да? О! Кандеи. Мы сначала включили Кандеи на полную. И что-то меня всего продало. Ты гей? С этим вопросом идите на YouTube. Там забиваете. И есть два видео. Одно, которое называется «Гей или я?». А второе – топ самых 10 тупых вопросов. Телку. Не могу показать. Телки, они обычно на ферме. Поэтому сходите на ферму. Там посмотрите, как выглядят настоящие телки. Как зарабатываю на жизнь. Как зарабатываю? Как-то зарабатываю. Тренер стал. Так. Зачем я такой? Я даже на русский не могу перевести то, что вы написали. Видимо, у вас с русским тоже плохо. Вот. Личное дело, каждого как выглядеть. Какой я страшный. Так вам не угодить. Вы же говорите, мужчина должен быть страшный. Вот я и страшный. Самый настоящий мужчина, правильно? Какие знаю языки? Русский. Не, на самом деле я говорю на английском и на испанском. Ну, как говорю, изъясняюсь. В любой точке меня поймут. И то, что надо, сделают. Поесть, довести, принести, убрать, дать, помочь. Собственно, вот так вот. А дальше я не хочу. Потому что не люблю грамматику. И то, языки меня должны выучить больше, для того, чтобы на аэробике было не так скучно. Клиентов много? Много. Приходят по рекомендациям, потому что реклама у меня никакой нет. И на крупе я не работаю. Я работаю на себя. Ну, собственно, вот так вот. С гирями тренируюсь? Нет, с гирями не тренируюсь. Потому что при моей ситуости, после последних тайских каникул, на последнем видео, на предпоследнем видео я травмировался. То есть, когда я сжал 120, у меня все-таки не выдержал грудной отдел. То есть, спина у меня казенная в песничной части, а вот грудной отделец, то есть, то есть, то есть, маша на грузку. Сколько раз в день тебя бьют на улице? Нисколько. Можете приехать, попробовать. Собственно, я думаю, что вряд ли с этого что-то выйдет. В лучшем случае попадете в подъявление милиции, если будете рассказывать о том, зачем избиваете такого прекрасного человека, общественного труженика Александра Шпака. Важно ли вы высшее образование? Нет, только как статус и как стереотип. Больше нет. Процентов 5 высшего образования, может быть, 7, действительно относится к высшему образованию. Все остальное относится к покупке диплома. Даже если вы его не покупаете, все сдаете сами, но это все такая либо. Так, вы имеете мастера спорта или даже заслуженного? Неа. Даже КМСа не имею. Ни одной корочки. Сопли вытерет. Массива. Хоть один честный человек сказал, что сопли текут. Ты украинец? Не знаю. Отец моего отца погиб в Великую Отечественную войну, и он своего отца не знал. Массив статуи, я истекло, на самом деле. Сто пудов хохоу. Я смотрю, у нас человек, который очень четко уверен в своих убеждениях. Так, ты гей. Все, вопросы пошли по кругу. Значит, скоро пора уже купаться. Саша, у тебя брат или сестра есть? Есть, брат. Показать теку? Сходите на фирму. Там, где доят коровок, там вы увидите тек. Так. Наколки. Наколки они у моряков. Еще тематические наколки бывают в местах не столь отдаленно. Все остальное, если качественно сделано, то и ровка. Если некачественно, то портак. Долбановли кокса, нет, так что-то его никто не предлагает. С чем связана моя работа? С тем, что делают девчонок красивыми. Так. Че с глазами? Как раз именно так вы и задаете вопрос. Вы даже никогда не пишете, чего с глазами. Вы пишете, че с глазами. И ты гей. Я смотрю, здесь как раз именно собрались те самые люди, которые входят в топ самых 10 тупых вопросов. Даже пока. Я поэтому тебе сказала, что надо записать. Потому что ты заболбаешь. Какой вес? Вы представляете, шикарный отель. Здесь вообще нафиг нигде нет весов. Я уезжал в 112-113, но мне кажется, что пятерочка уже пришла. Даже при том, что я пытаюсь сильно есть. Так. Считаете ли вы, что надо жить в Китае или США? Совет нужен. Вопрос не где жить, а вопрос где вам комфортно и где вы потребны. То есть уважают ли вас на работе, получаете ли вы за свою работу должных денег. Интересна ли вам своя работа, каторгает или нет. И вообще какой у вас смысл жизни. Знаете, есть такая старая притча, когда живет рыбак на одном острове, и этот остров покупает миллиардер. Вот. И, соответственно, миллиардер ему говорит, слушай, продай мне свою землю, а то я уже весь остров скупил, и мне нужен, соответственно, вот этот вот кусочек, чтобы остров был только мой. Он говорит, э-э. Он говорит, слушай, ну смотри, у тебя маленькая-маленькая лачонка, на которой ты ловишь рыбу, а я тебе, собственно, большой катер подарю, будешь на нем рыбу ловить. Он говорит, не хочу. Он говорит, слушай, я тебе вот тут рядом остров куплю, там откроешь себе рыболовный заводик, я тебе целый артель построю. Он говорит, не хочу. Он спрашивает, слушай, так а что ты в общем в жизни-то хочешь? Он говорит, так у меня все есть. Он говорит, ну так у тебя вообще в жизни будет все. Он говорит, так и так уже все есть. Он говорит, а что у тебя есть? Он говорит, ну смотри, я сижу на берегу, пью мохито, курю сигару, а ты мне что предлагаешь, чтобы у меня было все, и что я буду делать? Пить мохито и курить сигару. Собственно, мне ничего не надо. То есть, что вам нужно обратиться к ней, она вам выдаст по счету. Так, зубки острые, зубки острые. Очень удобно, кстати, прокусывать помидоры, чтобы они не брызгались. О, помидоры, а, помидоры я прочитал другое слово. Ребята, когда вы пишите, что это означает, что вы либо только что закончили школу, либо вообще ее не закончили. Учитесь грамотно писать. Так, и кто-то грамотно написал на арабском. Теперь точно ничего не понятно. Я сейчас на пляже. Со своей майской. Майская у меня коптится. Самый полезный загар это утренний. Где-то с 8 до 10. И вечерний, где-нибудь так, этак, часиков с полчетвертого до пяти. Так, так универ в Китае заканчивать или нет? У меня многие знакомые заканчивали в Китае, что дало возможность им работать в транснациональных корпорациях. Но там было не все так просто. У всех были неплохие родители. Те же, кто имел самых обычных родителей, закончили образование в Китае. Это дало им понимание особенностей связи между Китаем и Россией. Но на большую зарплату они не рассчитывают. К большому счету те 5 лет, которые они потратили на обучение, можно было потратить на построение карьеры вообще в любой компании. За 5 лет, если ты не долбошлеп, такой за 5. За 2-3 года можно построить достаточно неплохую карьеру в той фирме, где действительно можно куда-то двигаться. Так, бьют ли часто, когда встречают? Никогда. Так, что тут еще? Интересно наблюдать за произношением. Почему? Разукрасил ли я пипирку? Не, не разукрасил. Последний неразукрашенный элемент. Какая страна вам близка для жизни? Ну вот она и близка, Доминикана. Мы на самом деле даже думали, что может быть когда-нибудь в Мусак приедем, но поняли, что на постоянной основе все-таки нет. Россия, какая бы она ни была, что бы мы о ней ни говорили, ни думали, она как бы вполне определенно роднее. На самом деле в России до сих пор еще свобод гораздо больше, чем в некоторых тех же странах, которые пытаются пропагандировать Европа и Америка. Так что Россия нам нравится в этом плане больше, но как минимум полвремени мы бы хотели проводить не в России. Собственно, вот так вот. Есть такое слово родина, сынок. Родина там, где тебе хорошо. Вроде богатая камера говно. Это не камера, это Samsung Edge. Говорят, самая хорошая камера была здесь. Видимо, обманули. Возьмите меня туда в сексуальное рабство. Походу, еще и парень пишет. Что за ужас такое, утром мне выдают. Сынок-то откуда? 007 это год вашего рождения, судя по тому, что вы общаетесь с людьми, сынок. Так, мой рост. Мой рост 182. Так, я не очень слежу за всеми сообщениями, которые вы пишете, поэтому пишите его более четко. Это не камера, это сигнал интернета. Абсолютно верно. Пишет, что есть у нас очень шикарный интернет. Но это отсутствие. Что за видео, где тебя повязали за наркоты? Спросите это у сотрудников канала. Началось все с ВГТРК. Это все туда же в топ-10. А, топ-10. А, да, точно, мы же ответили на это. Рассказать концовку про остров Алганова. Концовка была простая. В том, что этот рыбак, ловя себе рыбку, находясь в своей маленькой лачуге, имея свою маленькую лодочку, на которой ловил рыбку, ему вполне хватало денег на то, чтобы наслаждаться закатом, курить свою сигару и попивать своей мохитой. Поэтому, когда миллиардер ему обещал больше, 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 больше с каждым разом, в этом не было никакого смысла, потому что у этого рыбака было все. Так вот, вопрос в том, что вы можете ли наслаждаться тем, что у вас есть. Собственно, вот так вот. Классатив моего преображения. Свобода. Лучше жить своими желаниями, чем чужими запретами. Разве нет? Показать свою девушку. Вкачу ее показывать. Массенька вон рядышком лежит. Миксером вам в глаза. Поверьте, это будет гораздо больнее, чем смотреть на меня. Саша, был в СПП, залежал к вам в зал, чтобы с вами сфоткаться, а у вас не было. Надо было писать заранее в директ. Я в зале буду со 2 августа. На самом деле, очень много ребят, что приятно приезжает в зал пофоткаться. Кто-то поболтать, времени не всегда много, но это прикольно. Ну ладно, покажу вам еще маленький кадр. Вот. Вот, Массенька моя. Так, это у нас Виктория Майер. Массенька, привет. Розовые сердечки тебе. Так, какой наш любимый фильм? Я думаю, Матрица. У Масси обалденная фигура. Ну вот и я ей все то же самое говорю, что у нее хорошенькая фигура. А скоро будет еще лучше. Она говорит, да, любимый. Но очень любит булочки. Попасть булочки. Где и как сделал такие зубы? Сделал я зубы в Санкт-Петербурге. Это угол Английской набережной и Английского проспектной улицы Декабристов. Это делал мой друг, владелец Криньки. Стоп, она везлищика? Да, представляете, вы заметили? Это норм? Конечно, норм. А в Доминикане... Нет, ну скажи, что я еще грудь не снимаю. Когда он больше. Зачем узнать такие подробности? Они же могут там спускаться, там все бедняжки. Грудь Массе пускай покажет. Смотрите, Масса не успела прочитать ей это сообщение, как Массе уже сразу же показала. Пусть Массе сделает сальто. Пускай вы переведете в десяточку евро с четырьмя нулями. Десяточки евро с четырьмя нулями же будет соточка, да? Да. И Масска сделает сальто. Зачем мне такие зубки? Не знаю. Мне нравится фильм про вампиров. Изначально, когда я их начал смотреть, это было прикольненько. У всех вампировщ были красивые-красивые зубки. Смотрелось так, крутальненько. Массе, тебе еще раз Виктория Майер передает приветики и сердечки. И сердечки бегут прямо такой речкой. Вот. Крутые зубы, такие же хочу. Но для этого вам нужен хороший мастер. Если не в СПП, то посоветовать не могу. Более того, поверьте, что если мастер не готов, то бабок с вас возьмут. Но первые две-три версии, а может быть и больше, будут ломаться, потому что нужно, чтобы они были правильно сделаны по прикрусу и анатомично. Так, грудь сделанная у нее, да. Зубы, чтобы сосать не просили. Я не знаю, вы по себе, наверное, не судите. У вас часто просят пососать? Соски не обгорят, на сосках кремчик, 50-ти защитный процентный фактор. Пусть встанет, покажется, но слушаемся, господин. А сисяй, сейчас она встанет, раба наша, и покажется. Забудь. Как пришел в спорт? Отец офицер, когда он приехал в очередной отпуск, обидел я его редко, раз в год, он сказал, что ты здесь пуху и дрябую, это было мне лет 12, давай-ка подтягивайся, а я ни разу потянуться не мог, давай бегай. Бегать я тоже не мог. Папка приехала на месяц отпуск, через месяц я подтягивался, по-моему, уже раз 8 или 9, и бегал спокойненько десяточку. Так оно и было. Вот, так я пришел в спорт, ну, а дальше это уже затянуло, потому что тело начало меняться, плюс когда появляется внутри какая-то уверенность, это помогает. А дальше, дальше только мотивация. Так, военный городок, недовщина, там реально, в других заниматься не было. Либо ты бьешь, либо тебя бьют. Собственно, вот так вот. Плохо для груди? Нет, для груди все хорошо. Масик, говорят, что мы с тобой фидеры. Масик говорит, ничего. Какой любимый фильм про вампиров? Другой мир. Сколько Маске лет? 16. Показать татухи? Во, татухи. Так. Да нормально все для груди, в самый раз. Маска? Не, Маска не бьи. Девочке не нравится, Маске мальчику нравится. Какой Маске размер? Теоретически должен был быть 6, а на самом деле, я думаю, что 4 плюс 5. Маска классная, и ты, Шпак, тоже ничего. Спасибо. Зачем я крашу ногти? Идите на YouTube. В топ самых 10 тупых вопросов для Александра Шпака. Там вы увидите ответ. Сколько мне лет? Мне похоже 18. Маске уже 16. Мы с ней рядышком. Когда кусаешь Масю, это не сильно больно? Нет, потому что если ей будет сильно больно, то потом будет сильно больно мне. Она сказала, что она мне эти зубы все повырывает ночью, если я буду ее сильно кусать. Поэтому я только прикусываю. Пройти ближе? Зачем? У меня же есть суперкамера. Камера можно сделать вот так вот. Люблю показывать Масю. Как туристы? Туристы тоже радуются. Вы же радуетесь. Вы спите? Маска загорает. Я с вами общаюсь. Как я могу спать и болтать? Ящик деда. Так, ладно, не успел прочитать. Нельзя, можно подальше уже. Вот так. Так. Да надо, они что-то все приближаются, приближаются все больше подписчиков, подписчиков. Видимо, ей нравится наш вид. Вот они даже автоматически увеличиваются в подписке, хотя камера с тебя уже ушла. Вы мне нравитесь, вы милые. Таня. Супер девочка. Надеюсь, что Масю. Как-то спокойно смотреть на ее груди. Я не спокойный, я все время возбужден, когда вижу ее грудь. Вы же тоже, я смотрю, возбудились. Но ногти твои меня напугали. Я смотрю, так надо мало, чтобы вас напугать. Нужно быть храбрее. Плапать ее за тысячу лайков. Давайте предоплаты тысячу лайков, и я ее аккуратненько коснусь. Губа накачанная. Я не знал, что можно накачать губы. Я знал, что можно насосать каен, а вот накачать губы нельзя. Не забанят? Нет. Ну, на YouTube же это не пойдет. Так, ветер. Попробуем прикрыть ветер вот так. Так, лучше слышно? Показать девушку. Уже показывал, хорош. Перед тренингом есть нежелание заниматься, но потом появляется в самоливании подобное желание. Ну, один из стимулов. Стимулов должен быть всегда. Как сказал терминатор Джона Коннору, злость лучше отчаяния. Так что разозритесь на себя и вперед двигаться в зал, заниматься. Фига-то себе это сделал лицом. И как? Видели фильм «Без лица» с Николасом Кейджем? Вот изначально я хотел посмотреть, как я буду выглядеть без лица, поэтому снялся с себя скальп. Потом, когда пришили, получилось вот так вот. Тебе нравится, Денис Гусев? Вы имеете в виду как мужчина или как человек? Сколько у тебя подписчиков? Где? На Ютубе? 28 тысяч 200 и с чем-то там человек. Ответь на вопрос. Ты гей? Ответил дважды на Ютубе. Идите на Ютуб. Там все написано. Тебя задерживали про наркоту. Нет. Это неправда. Я в шоке. Но уже неплохо. Сколько примерно стоит... Да, сколько стоит примерно сделать такие зубы? Я не знаю. В зависимости от наглости вашего мастера. Сколько жму на грудь? Мало. Занимаюсь я легкими весами. Вчера пожал 80 на 33. Как в виду и подписан. Саша Шпак. АС ЛГР? Ну, вообще, как показывает практика, и то, и другое, гораздо лучше работает. Но это уже вам смотреть, что и как. Тут ваш глаз. Да. Тут ваш глаз. Ждем, когда лазером довыжатся маленькие фрагменты. И будем делать такую более интересную татуировочку. Кто ты такой? Расскажи о себе. Саша Шпак. На Ютубе есть мой канал. Там есть интервью. Пять штук. По часу. Где мы рассказываем все о нашей жизни. Где родились. Где выросли. Кто нас бил. Кто обижал. С кем жили, с кем разводились. При этом с Питера у нас погода Г. Я только в этом плане могу вам посочувствовать и показать вам немножечко нашего доминиканского Солновка. Вот. Где отдыхаю. В Доминикане, где и всегда. Мы в основном здесь. Хотя на Новый год планируем Таиланд. Сейчас вернемся, заработаем денежков и сразу купим беленький. Как вы мясо жуете? Я жую мяско шикарно. Лицо вгорело? Нет. Лицо как раз не вгорело. Просто маска нанесла слишком густо крем. Еще раз девушку вблизи показать. Но это уже будет не смешно. То есть получается, что вы будете в эфир. Что, девушку посмотреть или меня послушать? Я прям могу обидеться и нажать на кнопочку. Так. Да, зубки шикарные. С ними очень удобно соваться. Я первые года трилетник балде, потому что это учишься пирсом. Ну, блин. Ну, блин, блин. Что? Показать. Что показать? Зубки сделанные. Зубки сделанные, конечно. Видите? Так, народ уходит. Покажи сиськи. Если бы я гнался за пулизмом, вы бы вообще видели одни сиськи, наверное. Так бы канал и назывался. Сиськи шпаг. Почему язык не разрежем? Потому что уже когда-то не разрезал, а сейчас что-то я не готов. Так. Саша, вы пробовали вареную кукурузу? Конечно. С большим удовольствием. В инстаграме даже целая куча есть, где мы фотки, фото, где мы едим кукурузу. Скажи рррр. Ррр. А зачем, интересно, сказать ррр? Вас это заводит? Так. Кстати, вот она тема. Мася, тему затронули. Покемонов ловишь? А, пусть расскажешь. Что случилось с покемонами, я не понял. Что это вообще? Я уже когда вырос, появились какие-то покемоны. Я их тогда не знал, потом эти покемоны сдохли, а сейчас покемоны появились какие-то опять. Кто это раскручивает? Что за батла? Так. Сколько лайков? Где у меня лайков? На перископе почти 2 миллиона. Если дети, нету. Так, нахрен покемонов. Я тоже с вами согласен. Нахрен покемонов. Это игра. По городу ловят покемонов. Не, ну если покемоны такие маленькие, красивенькие, симпатичные, с сисечками, то, конечно, можно их половить. Нинтендо раскрутили. Покажи тату. Ну и как я вам покажу тату? Я же весь сижу. Если только дать мачке телефон, то она может сеть. Орыхнуть. Или рухнуть. Или рыхнуть. У нас она тут рыхлая, поэтому, наверное, рыхнуть. Мася пробовала скачивать Snapchat? Мася, ты знаешь, что такое Snapchat? Нет, еще не пробовала. Тату по всему телу? Да. С кем ты? Ну что ж вы такие все. Мася, сейчас буду опять говорить. Это правильно? А что он может сейчас у мыса пойти, а зубы куда денет? Не очень понял, к чему реплика, но ладно, ничего. О, сердечки оранжевенькие и розовенькие. Когда ты ешь, ты себя чувствуешь животным? Нет, я вообще себя не чувствую животным. И ем я в основном фруктики. Убрать ее? Не. Могу сделать даже вот так вот. Хороший вид, да? Не очень? Ну, тут на вкус и цвет товарищей нет. Ты красишься? Нет, не крашешь. Теперь понятно, на какой бы вот отдыхаешь, судя по видеозадержаниям. Смотрите телек? Так, верите, что инфляция у нас 10% в стране? Продолжайте верить. Так, все, Маску показали. Оречка. Отече самого красивого человека на планете. Это я, а? Так, можно еле ее полюбить, и нет, нельзя. Мы до сих пор здесь, до сих пор пишется раздельно, но в общем да. Маска просто богиня. Что за море, это не что за море, а чего за море. И это не море, а Атлантический океан. Где работаешь? В зале. Надеть очки. Если я надену очки, не смогу читать ваши сообщения. Какой рост у меня? 182. А у Ирины есть свой перископ? У Ирины есть мой перископ. Он не очень большой, зато рабочий. Грусть искусственная. Что значит искусственная? Искусственная это протез. Она без трусов. Там же люди, это твоя девушка. Господи. Маска у меня мудист. Она в трусиках, но без лифчика. Смотреть не трогать. Если вы стесняетесь свое тело, то как минимум начните им заниматься и любоваться. Или для начала хоть побрить, что ли. Зубами с такими целоваться вообще обалдельно. В Доминикане при ресторане питаетесь? Да, здесь же все включено. То есть здесь все сети отелей включено полностью. Питание здесь по 10-бальной шкале, на мой взгляд, пятерочка. Оно все свежее, но не всегда они хорошо готовят. Собственно, вот так. Она же без лифчика, а там же люди. Отель 18+. Детей здесь нет, переживут. К тому же, если были бы дети, то они никак далеко отошли от того возраста, когда они эти сиську вообще в урод брали. Так что нормально. Сколько звезд? Как сколько звезд? Пять. А сколько звезд? А что, бывает по-другому со звездами, что ли? Ну что, Масек? Да, я уже перекоптилась. Перекоптилась? Так, не настоящие груди, да. Нам не скучно здесь? Нам вообще вдвоем нигде не скучно. Будь то Петербург, Амстердам, Доминикана. Ты вырос на гречке курицы, я вырос на тренировках. На тяжкой пахоте в Зальчике. У тебя на все есть ответ. И это да. Все. Масеку свою не покажу. Смотрите в записи. Там есть сиськи, попа. В общем, все, что надо для людей, которые ограничены только сиськой и попой. Все остальные могут послушать наш интересный разговор. Особенно то, что было в самом начале. Всем пока. Всем огромные поцелуйчики. И адьос. Масе, скажи им адьос. Все. Пока. Ляк. Ну все. А теперь вот начинается борьба с телефоном, который не хочет выходить из трансляции. Та-да. Нет, я когда-нибудь его либо утоплю, либо разоблю. Тоже мне. Эйч. Работает как яйца.